привет друзья с вами александр григорьев сегодня будет небольшой обзор по одному из моих мастер-классов я писал полностью работу течение что-то там около двух часов по нашему классику ивана константина еще разовскому а этот обзор будет краток в течение буквально 12 минут самое основное покажу здесь так чтобы было понятно как было написано полностью работа верхние светлые места на картине где откуда источник света выходит это желтые на палитре вообще я использую сегодня скупой набор масляных красок синий фице ультрамарин для получения каких-то фиолетовых оттенков кадми красный средний можно использовать крапла какие-то изумрудные оттенки титанового белила цинковые белила не используются для подмалевков поэтому мы делаем именно вот такую быструю работу быстрый рисунок можно даже назвать его этюдной работой здесь мы не делаем точную копию не делаем прописи работа исполняется очень быстро именно вот такие работы мы делаем на мастер-классах и многие ученики приходят и прописывают эту работу в течение двух с половиной может быть трех часов вместе со мной пишется очень легко ничего сложного здесь нет и самое главное не делать абсолютную копию не создавать там что-то такое чтобы было прям сильно сильно похоже делать работу нужно по-своему не бояться ничего страшного здесь нет ничего сложного здесь тоже нет поэтому каждый новичок в принципе справляется с этой работой техника исполнения также делается все кисточкой нужно на самом деле понимать где положить свет где положить тень как осветлить волну как перекрыть темный фон светлым и перемешать краску всем советую конечно же если у вас есть такая возможность посещайте обязательно курсы у художников художник сразу показывает вам на мастер-классе как происходит написание той или иной работы показывает все секреты техники секреты смешивания краски перемешивания где-то может быть какой-то в какой-то технике нужно использовать обязательно какие-то разбавители растворителей я например пишу все свои картины на подсолнечном или льняном масле я должен вам сказать что льняное масло некоторые титановые белила плохо держатся с льняным маслом поэтому во многих случаях я использую подсолнечное обыкновенная магазинное ничего в нем такого страшного нет многие думают что картина будет желтеть если вы используете белила титановые то никакой никакого пожелтения естественно не увидите должен вам сказать что наоборот при использовании только масло только подсолнечного масла без каких-либо дополнительных разбавителей растворителей краска в этом случае долго сохнет и не жухнет а соответственно она остается такой яркой сочной прозрачной не прозрачной а имеет такой хороший насыщенный цветик если вы пишете не серьезную работу а именно в такой быстрой технике в написании за раз то конечно же использовать подсолнечное масло можно совершенно спокойно за исключением может быть если вы делаете очень серьезную работу во многом случае художники работают реставрируют какие-то работы картины дорогие картины иконы там конечно же нужно использовать мое масло художественное прозрачная и серьезных работах художники используют также прозрачную краску пользуются для того чтобы писать именно лессировочно а что вот в этой работе самое главное здесь вот сейчас я сделал такую небольшую подложечку она состоит из небо и слияние неба вместе с водой такие вот в некоторых случаях будут проходить резкие переходы от одного цвета к другому а в основном картина пишется конечно же в плавном переходе в таком туманном состоянии подобие написания облаков поэтому здесь конечно же нужно использовать такую щетину широкую для того чтобы было удобно писать и делать такое вот пушистость создавать на картине также на волне вот со стороны цвет света там откуда падает с правой и верхней стороны свет правая волна естественно пенка у этой волны она высветлена это не чистый белило там же я использую смесь ультрамарина вместе с красным получаем такой некий фиолетовый грязно-фиолетовый цветик и вот этим грязно-фиолетовым добавлением белил можно добавлением белил можно добиться цвета пенки также под пеночкой вот здесь вот на данном этапе есть тень есть теневая которая той же самой краской только без разбавления уже белью делается тень в общем конечно все что перекрывает свет нужно создавать везде тень на задних планах там все в такой облачности и по большому счету туманность где морем не имеет конечно же здесь нет морского горизонта поэтому там все сбито и уходит в такую непонятку на этой картине также автор этой работы у айвазовская видно вся динамика направление движения кисти и вот эта динамика она также создает настроение и движение воздуха и воды а именно пользуясь щетиной нужно в одном направлении вот верхнего левого угла вправо уходить также вот как мы наблюдаем саму волну на переднем плане она также уходит по динамике что первое что вторая за ней волна что левый край картины имеют вот эту вот саму направляемую динамику пенка на передних планах она может быть на свету и также быть в теневой вот если мы создаем какую-то прозрачность волне а волна именно она засветлена и в каких-то вот в светлых местах мы еще показываем темные такие полосочки где создается та же самая пенка но она она находится в теневой уже со стороны тени и она делается темным светом сам кораблик кораблик имеют ну тут вы можете написать уже свой кораблик не обязательно повторение точно и сначала все темное создается на картинке а также на силуэт корабля силуэт самих палуб мачт парусов и так далее и после этого конечно же со стороны света нужно показать еще какие-то блики для того чтобы получила картинка темный силуэт получил объем нужны также блики из-под из-под тени и также на со стороны света я не буду сейчас показывать полностью пропись кораблика сделать его по-своему есть масса картинок в интернете где вы можете посмотреть оригинал этой работы и также много очень-очень много сделано по этой работе как у художников так и у любителей много написано таких картинок я же делал этот вебинар и рассказывал неоднократно уже на своих мастер-классах и также на моих мастер-классах прописывали именно эту работу ну и вот в самом конце конечно можно еще попушистить в некоторых местах так чтобы показать еще не только глубину вот эта всю воздушная масса она также имеет водянистость там есть такие тяжелые облака и есть вот этот вот эти вот светлые моментики освещенными это также показывает перекрывает темный фон и показывает передний план и показывает брызги и что вода отделяется и также с ветром улетает куда-то поднимается в небо пробуйте друзья пишите сюжет очень интересные о морских пейзажах вообще интересные сюжеты и уверяю вас морские пейзажи писать не так сложно подписывайтесь на наш канал с вами был Григорьев до новых встреч м м м м